всем привет и сегодня мы отправились посмотреть на одну из самых впечатляющих достопримечательностей сочи именно тиса самшитовую рощу добирались как вы можете видеть сами на общественном транспорте и ни разу об этом не пожалели слушайте путешествие конечно интересное но очень трудозатратное подниматься в горку это прям испытание поэтому если у вас есть возможность ехать с экскурсионным туром поезжайте мы своим ходом но мы не жалеем мы не жалеем мы достаточно активные товарищи но будьте готовы будьте готовы потому что энергозатраты это чё такое суши нам не опасно тут все так я наверно отключусь потому что мне четко дать а это из-за чего ну серьезно из-за чего такое вода пошел сход все почвы тут вот мемориал вечная слава героям павшим боях за свободу и независимость нашей родины великой отечественной войне а за ним судя по всему кладбище но мы туда конечно не полезем так а мы тем временем приближаемся к тиса самшитовой рощи сейчас будем узнавать работает вообще она или нет потому что вроде как не сезон короче говоря мы зашли в парк тиса самшитова рощи собственно говоря стоимость билета здесь 300 рублей в парк тискуту здесь сто три маршрута есть короткий маршрут по вот такой бетонной тропочке который занимает 40 минут есть маршрут побольше он немножко поопаснее особенно сейчас когда сходится мы будем попробуем за ним пойти если не зайдет мы вернемся обратно и есть более длинный маршрут который на ней не только не концевой нужно будет возвращаться обратно он еще подучился сколько ты сказала 64 64 в общем мы отправляемся в наше долгое прекрасное путешествие привет 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 Даня как била снежка сраная ко всем животным пытается руки свои тянуть дружок ты кто что это за птиц какой-то затерянный мир просто джунгли Классно Классно короче говоря сейчас мы находимся в тектоническом разломе который называется лаверинт он образовался ну типа несколько миллионов лет назад и это просто какая-то невероятная красота конечно без дождевика сюда ехать вообще не стоит если вы приехали не в сезон потому что ну как бы субтропики а что вы хотели высокая влажность все льет но очень круто оно того стоит особенно приехать вот такой вот ливень и просто ты оказываешься в каком-то затерянном мире я не знаю но это очень круто вот мы в город изумрудный идем дорогой трудной идем дорогой трудной дорогой не прямой тут очень скользко чтобы вы понимали и особенно все намокло и двигаться нужно с максимальной концентрацией и осторожностью сказала Надя которая пялиться в телефон и очевидно сейчас может навернуться поэтому дорогие друзья я отключаюсь на время опять что-то жрать собирается вот это маленький маршрут так она мы сейчас где находимся где-то вот здесь так получается дальше у нас буковая поляна древнюю крепость мы должны посмотреть родник белые скалы пещеру до пещеры мы идем ну понятно сколько нам еще гулять ну 52 минимум все идем друзья маршрут и правда очень впечатляющий и скажем так не для слабонервных потому что тут уже вон обрывы там внизу вверху скалы не для слабонервных история ребят так а у нас тут экскурсовод к нам присоединился приземлился откуда ты взялась мы тебя не видели ты пришла ты нас сопровождаешь ну пойдем с нами у нас булочка есть мы тебя угостим потом пойдем пойдем ну пойдем с нами прибежал откуда-то к нам но он с нами идет что ты его гонишь он нас сопровождает иди иди говорит он следит чтобы все хорошо было это ты у него в гостях а не он у тебя что ты его поторапливаешь он то знает куда идет да да халюсий я же говорю ты как сраная белоснежка всех животных вокруг себя собрал эй ты куда не надо туда тебе не надо пойдем я боюсь за собачку иду все так мы преодолели сейчас один из самых сложных опасных участков на мой взгляд я вообще перенервничал это какие-то качели были эмоциональные потому что у меня помимо того что я иду за себя переживаю за Данила переживаю еще и за вот это прекрасное создание переживаю она идет любуется природой это девочка как мы выяснили опытным путем прекрасное создание спасибо что ты конечно с нами но ты мне спокойствие не добавляешь я наоборот переживаю потому что если с ней что-нибудь случится на моих глазах сейчас я наверное на всю жизнь психотравму заработаю ну ты прекрасна конечно ты прекрасна мы уже разговариваем на тему того что как бы ее в Екатеринбург забрать Данил пытается ловко уходить от этой темы так сейчас будем тебя угощать за любую работу нужно платить держи булочку держи вот как тебе вкусно сейчас будет и чё и как это называется вот и все вот и все но я бы знала так я бы сама съела вот такие вот они сочинские собаки вот так вот мы есть будем мы предпочитаем есть только из рук да целой булкой мы не едим мы девушки воспитанными цивилизованными вкусно тебе ну так я же тебе даю целую давай по кусочкам есть такая интеллигентная то есть не выхватывает аккуратненько все держи знаешь что вот это тебе ну да вот это тебе ну нах ну нах все вот и все все больше нету там молоденько совсем зубки вам длиннее я вижу зубки очень хорошие все я надеюсь не святая что пойдем дальше я пока не пучу так а мы уже спустились к реке Хости вот она какая стой не ходи туда не ходи не ходи не надо ну и что вы думали мы все булки собаки скормили да не разламывать надо она так не ест я буду тебе кушать что я пороломал знаешь я буду тебе кушать что я пороломал знаешь мне надо маленькими кусочками сейчас он у нее вот берет так она сытая но так она сытая но вон сейчас иди ешь спасибо гав гав мазафака ну все Данила начал собаками тетешкаться пошли по поролю ну этот голодный это сытая уже ладно пойдем сейчас самим надо где-то найти пообедать не она только тоже кушает а мы по пути заглянули на адлерский рынок возьмем сейчас всякого и домой мы уже что-то подмерзли так я уже взяла абхазские мандарины и взяла еще пяленую хурму вещь вообще бомбическая первый раз в жизни попробовала дико вкусно знаю что повезем скорее всего эту историю домой у нас пришло время обеда я тут ем супчик хашламу очень вкусный классненький такой жирненький тепленький я уже перчик чили даже один заточила принесли нам хинкалики с бараниной с говядинкой и два вот таких вот замечательных нажористых чебурека приятного нам аппетита вот такие вот мы вымокшие вернулись домой во сколько мы сегодня вышли? мы там в парке были в 11.46 где-то в 10.30 мы вышли из дома сегодня короче да где-то пол одиннадцатого мы вышли время уже пять вечера мы только зашли поэтому вот я как говорила что нам нужен номер только переночевать вернуться собственно я не ошибалась и конечно барашек такой сейчас фух объелись мы хорошо показываю что купили мы на местном рынке взяла вот такую вот брынзочку соленую к брынзочке взяла две томаточки вкусные к томаточке и брынзочке взяла хлебушка лепешка вон там такая огромная ой 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 дань твои витамины уронила я пока суп ела уже и успела немножко ее покусать лепешку ароматная вкусная и к чаю к чаю взяли местную пахлаву на этом же рынке выглядит что-то она у меня конечно смеялась не очень аппетитно но я верю что она очень вкусная так и взяла конечно же себе пакет вот таких вот замечательных мандаринок ты посмотри она что накидала я тебе говорил что я с лицом красиво накидала капец вот сходила на рынок ну ладно остальные вроде ничего такие ты посмотри что гадство я и взяла себе еще вяленую хурму уж очень она мне понравилась ну вяленая хурма она вся такая она как бы и должна так выглядеть ну ладно может не все там такие мандарины жуткие сейчас покопаюсь все переберу мы смеем но мы можем это были выделяем 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 Продолжение следует...